Я хочу поприветствовать всех собравшихся в студии. Владимир, у меня есть обязательства. Я должен поблагодарить всех тех, кто помог мне сюда вчера добраться. Я выехал вчера в 7.30 утра и в 12 только поселился. Я ездил по Донецкой области, искали окно, поэтому и пограничникам, и тем, кто меня сопровождал. И даже те, которые помогали девочке, сейчас смотрят, я знаю, в Ростове добираться через самолет, и те, которые в отеле сейчас помогают. Я почему об этом вспомнил? Действительно, патриотическое пробуждение. Когда-то Владимир Семенович Высоцкий пел, как там, траву кушали, век нащавили, с киследушами опрещавили. Вы знаете, это уже не так. Вот перед нами выступали в ГТРК журналисты, ему, конечно, неудобно было говорить про себя. Да на руках носят российскую прессу, на руках. Журналисты говорят, и сейчас Азамату Салихову привет огромный. Люди, которые такие кадры снимают под расстрелом в аэропорту, которые передавала 24-ка и Первый канал. Почему я об этом вспоминаю? Мы вчера проезжали по одному городу, где только что авиационными пушками разбомбили город. Я не буду называть, чтобы не высвечивать свой маршрут. Думаю, вы догадаетесь. Вот, понимаете, видеть вот это, когда люди стоят, смотрят, насколько приближается самолет-разведчик в это время, и помогать разбирать завалы, где вот такие деревья срублены пушечными выстрелами, оно как-то уходит все в сторону. По второму городу мы проезжаем. Вы не поверите, это цинично может прозвучить, но я, может быть, впервые пожалел, что передо мной нет камеры. Когда едет свадебный кортедж, над ним летит самолет-разведчик, а тут из квартала выезжают две милицейские машины и перегораждают дорогу. Ребята, ребята в сторону, в сторону, в сторону. Начался бой. Высадили десант, они хотят сомкнуться с аэропортом. Я понял, что такое демократия. Это вот вся та демократия, которую несут нам уже век. Я вам скажу, я сыну своему завещаю. Демократия – это когда убивают русских. Это когда нас убивают. И все, и без демагогии. Любые демагогии на эту тему – это только подгородишь всем этим вещам. У нас есть свои моральные, национальные, традиции, культурные. Неважно, как будет называться это общество. И в царизме, и в Советском Союзе. Демократия, когда убивают русских. И это убивают их сейчас. Игорь Стрелков неделю тому назад сказал одну интересную фразу. Мы понимаем, что есть политические нюансы, то, которое сейчас проговаривается. Мы понимаем о том, что нужно выдержать какие-то международные нормы и так далее, и так далее. Но нас убивают, нас бомбят, нас расстреливают. Давайте мы, может быть, с этого момента мы просим оттуда избавиться. Называть вещи своими именами. Идет война. А если идет война, все должно быть подчинено войне, как говорил один известный политик. А это значит, действовать нужно как противотерритория основного противника. Весь спектр, включая спецслужб, авиации и так далее, и так далее. И еще одно, и еще одно самое главное. Не думайте, что ждут и очень ждут, и каждый день в небо смотрят, когда приземляться. Только на юго-востоке. До половины всего, если не больше половины жителей западной Украины в пояс поклонятся. В пояс поклонятся. Правильно говорил здесь Игорь Марков перед нами. Купленная политика, купленное чиновничество, купленные засланные сектанты, купленная журналистика. Да они будут делать все, что угодно. Америка взяла курс на войну. А если она хочет войны, Господи, прости меня, ну придется им ее дать.